Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком Виктором Алексеевичем Ефимовым «Старин, как русский человек грузинской национальности». Виктор Алексеевич, накануне 50-летия со дня смерти Сталина, при всей противоречивости звучащих оценок, имя его по-прежнему на слуху, в чем причина этой памяти? В чем причина противоречивых оценок его личности от слепого поклонения до огульного охаивания? Ответить на ваш вопрос можно было бы одним метким афоризмом, если обратиться к эпиграфу книги Эдгара Морена о природе СССР. «Сталин ушел не в прошлое, он растворился в нашем будущем». Так вот, секрет его современности состоит именно в этом. Он, по крайней мере, на два поколения опередил свое время в понимании глобальной социологии, схем над государственным управлением человечеством. Он был сеятелем по своей природе, а удел таких людей рассчитывать на урожай, на результаты своей деятельности, уже после ухода в мир иной. И не случайно одна из работ внутреннего предиктора называется «Время. Начинаю про Сталина рассказ». А в 2002 году издана объемная книга «Форт и Сталин» о том, как жить по-человечески. Вопреки учению о непримиримости капитализма и социализма, воззрения «Форда» и «Сталина» на жизнь общества были едины. «Форд» строил крупнейший автомобильный концерн, «Сталин» — государство-суперконцерн. Их объединенное мировоззрение охватывает объемы микро- и макроэкономики, открывает дорогу к бескризисному объединению народов России и Америки. Однако ни современники, ни потомки не поднялись до понимания их мировоззрения, их человеческого типа строя психики. Это непонимание личности Сталина и лежит в основе ответа на вторую часть вашего вопроса о противоречивости его оценок. Нам чужды нападки на Сталина с попытками опорочить его уподобить Гитлеру, но нам неприемлемо и возрождение провокационных культовых мифов прошлого, запущенных вопреки воле Сталина. Он вовсе не был пламенным марксистом-ленинцем, как его пытались и пытаются изобразить, а действовал всегда исключительно по целесообразности, в интересах большинства, развивая в этом смысле традиции русского большевизма. Он понимал суровость окружающей среды и потому умело прикрывал свои действия в интересах народа марксистской терминологией. Это прикрытие позволило существенно оттянуть его убийство троцкистской мафии, в окружении которой он вынужден был работать. Надлежащая кадровая база не могла быть им сформирована из-за отсутствия оглашенной концепции, реализуемой Сталином по умолчанию. Виктор Алексеевич, Вы что отвергаете все, без исключения имеющиеся оценки Сталина, с каким бы знаком они не продвигались в общество? В любой личностной оценке Сталина всегда будут присутствовать элементы субъективизма, обусловленные мерой понимания глобальной истории самим автором этой оценки и его личной нравственностью. Но для приближения к истине следует поступать именно так, как прозвучало в Вашем вопросе, категорически исключить из рассмотрения мнения третьих лиц. Для постижения истины следует принимать во внимание лиц известные факты и только личную прямую речь самого Сталина. Связано это в том числе и с тем, что вопрос о Сталине касается второго по значимости исторического приоритета концептуальной власти. Библейская концепция управления держится, как известно, на умышленном раскачивании маятника общественного непонимания от одной лжи к лжи другой, не менее гнусной. Так что давайте обратимся к некоторым фактам. Вы не задумывались, почему словосочетание «сталинский дом» не нуждается в комментариях, впрочем, так же, как и термин «хрущевка». Сталин сеял добротное будущее. Троцкист Хрущев сеял будущие беды и проблемы. Во времена Сталина были созданы «Зим», «Волга», «Чайка», «Победа». Это из разряда лучших машин в мире того времени. Разобравшись в функционировании кредитно-финансовой системы и в первоистоках инфляции, Сталин обеспечил первоочередное удовлетворение демографически обусловленных потребностей населения. При этом с 1947 по 1953 год впервые в истории человечества устойчиво снижались цены на товары первой необходимости. Но ведь это были страшные годы послевоенной разрухи. А вот в наше время правительство Касьянова даже не планирует вывести темпы инфляции из двузначных числовых значений. Спустя 12 лет со дня победы, благодаря развернутым Сталином работам и исследованиям, было обеспечено лидерство нашей страны в космосе, запущен первый в мире спутник. Со старта перестройки прошло уже в полтора раза больше времени. Вот вам и факты. Сталин работал для большинства, но не для себя лично. Из его личной собственности в памяти остались только стоптанные сапоги да гимнастерка. А попробуйте пересчитать выявленные и невыявленные объекты собственности нашего недавнего демоправителя и сформированного на его базе финансового клана под вывеской «семья». А вот попробовал бы кто при Сталине грабить собственный народ в угоду международных мафий и транснационального капитала. Сталин снял галстук, как символ ростовщической удавки не только со своей шеи, но и с шеи собственного народа. Все эти факты на фоне политических реалий сегодняшнего дня заставляют задуматься об алгоритмах сталинских успехов. А галтелая критика Сталина была стартовым сигналом разрушения нашей государственности, развала народно-хозяйственного комплекса, разорения сельского хозяйства. Сталин жесточайшим образом пытался пресечь творившееся беззаконие, умышленно развиваемый культ его личности, требовал сжечь все из этим ряд книг, но он был бессилен в этой борьбе. А не могли бы вы привести прямые цитаты Сталина, чтобы наши радиослушатели попробовали сами сформировать свое представление о нем? Все ненавистники Сталина стараются обходить стороной вопрос о том, что его волновало в юношеском возрасте. Ответ на это можно получить из стихотворения, которое Иосиф Джугашвили написал в возрасте 17-18 лет. Это тот возраст, когда формируются мировоззренческие представления. «Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, Со старым дубовым пандуре, с нехитрою песней своей. В напееве его и в песне, как солнечный луч чиста, Звучала великая правда, возвышенная мечта. Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму, Полную чаши отравы преподнесли ему. Сказали они, будь проклят, пей, осуши до дна, И песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». Вот вам и Сталин. О глобальном понимании Сталином корней русской цивилизации, Отличий цивилизационного и национально-государственного, Ярко свидетельствует строчка из его собственной биографии, Где он пишет «Я русский человек грузинской национальности». Ранее у нас была программа, пояснявшая, Что слово «русский» характеризует не национальность, А цивилизационную принадлежность, Особое мировоззрение, меру нравственности, Именно так эти вопросы понимал и Сталин. Особое место в творчестве Сталина Занимает его работа экономические проблемы социализма в СССР. В этом политическом завещании он выступает Фактически в роли могильщика марксистской доктрины И ставит вопрос о переходе к новому понятийно-терминологическому аппарату. Можно приводить десятки цитат из работ Сталина, Которые ярко раскроют глубину его миропонимания. Они содержатся, в частности, в упоминавшейся работе Форты Сталин. Но я считаю достаточным привести выдержки лишь из одного документа. Из его доклада «Итоги первой пятилетки» на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ 7 января 1933 года. Обращаясь к западным экономистам, Сталин заявляет, далее я цитирую, Чем обеспечивается устойчивость советской валюты? Если иметь в виду, конечно, организованный рынок, Имеющий решающее значение в товарообороте страны, А не рынок неорганизованный, имеющий лишь подчиненное значение. Конечно, не только золотым запасом. Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде всего Громадным количеством товарных масс в руках государства, Пускаемых в товарооборот по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, Что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, Является более реальным обеспечиванием устойчивости валюты, Чем любой золотой запас? Поймут ли когда-нибудь экономисты капиталистических стран, Что они окончательно запутались с теорией золотого запаса, Как единственного обеспечения устойчивости валюты? А теперь назовите мне хотя бы одного экономиста современности, Кто так просто и доходчиво может сказать о существе глобальных схем управления человечеством На четвертом экономическом приоритете, Как это сделано Сталином, вот в вышеупомянутой цитате. Нет таких экономистов. Миропонимание Сталина в этих вопросах Смыкается с миропониманием пророка русской цивилизации Александра Сергеевича Пушкина. Для того, чтобы убедиться в этом, Достаточно сопоставить вышеупомянутые мысли Сталина с известным пушкинским «И был глубокий эконом», То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, И почему не нужно золото ему, Когда простой продукт имеет. А теперь представьте себе, Что финансовый блок нашей страны Приподнялся бы до этой меры понимания Сталина и Пушкина. Им открылась бы та истина, Что наша страна, Как богатейшая в мире по природным ресурсам и генофонду, Выведет народ из разорения к достатку, Как только поймет, Что мы можем процветать даже в том случае, Если в стране не будет ни одного грамма золота, Ни одного доллара. Достаточно весь наш продукт, Газ, лес, нефть, прочее, Который лежит на сегодня в обеспечении доллара, Продавать за рубеж исключительно за рубли, Обеспечив тем самым Товарное обеспечение нашей валюты И несомненный спрос на нее, Ибо объемы нашего экспорта Практически в два раза превосходят объемы импорта. Но как совместить эту высокую меру понимания С репрессиями, которые шли во времена Сталина? В вашем вопросе присутствует деталь Чрезвычайной значимости. Беда наша в том, Что многие, к сожалению, путают Репрессии во времена Сталина, О которых вы спрашиваете, С репрессиями самого Сталина. Проблема России в том, Что она со времен замыкания На библейскую концепцию управления, То есть с момента крещения, Всегда была местом разборок Между собой финансовых кланов И мафий, в том числе международных, Как это происходит, кстати, и сегодня. Происходили они и во времена Сталина, Но эти кровавые разборки Под видом репрессий Шли вопреки воле и устремлениям Сталина, А вовсе не благодаря ему. Он был всего лишь секретарем И ведал канцелярией, Когда глобальный финансовый клан, Представленный Троцким, Воевал с кланом, Представленным Апфельбаумом, Эрозенфельдом, Зиновьем и Каменев. Не остановить эту бойню было и тогда, Когда Сталин трансформировал Свою бумажно-канцелярскую должность С партийного секретаря во властную. Сталин, к примеру, Сделал мудрейший ход Во спасение чеченского народа, Понимая, что господствовавшая И по сию пору в этом народе Психология рабовладения, Содержание рабов в зинданах, Может быть преодолена За два-три поколения Лишь через организацию Локальных поселений чеченцев В гуще русского народа. Троцкист Хрущев Не позволил вывести этот процесс В устойчивую фазу. Сталинские планы В отношении чеченского народа Базировались на том, Что дух рабовладения Отсутствует в генетике русского народа, Поскольку Древней Руси Была чужда эта психология И алгоритмика управления. Именно поэтому В угоду хозяевам Нынешней системы Глобального рабовладения Изучается история Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима С наложением Жесточайшего табу На осмысление Истории Древней дохристианской Руси. А между тем, В этом году Ведь мы будем отмечать Тысячу сто лет Древнерусскому Пскову. Язычество же Древней Руси Ничто иное, Как умение И стремление Жить в ладу С окружающими, С природой, С космосом и Богом, Единым для всех Живущих на земле. Нынешняя Псевдодемократическая Общественность, Разоблачая алгоритмы Сталинского переселения Народа в Чечни, Довела саму территорию И весь чеченский народ До грани физического Истребления. На территории Чечни И сейчас Все операции проводят Международная Финансовая мафия, Цель которой Дестабилизировать рубль, Сохранив доминирующие позиции Долларовых фантиков В денежном обороте страны. Но, Если допустить К написанию Истории Нынешних Юшенковых, Ковалевых, То через 50 лет Наши потомки Прочтут, Что президент Путин Организовал Геноцид чеченского народа. Аналогичные бредни Мы с вами читаем Сегодня о мотивах И результатах Деятельности Сталина, О его якобы Репрессиях. А в чем, по-вашему, Секрет этой особой Сталинской Мировоззренческой Глубины? Его авторитеты Среди зарубежных Как противников, Так и союзников, В том числе Черчилля Рузвельта? Что касается Авторитета, То здесь все очевидно. Президенты Иных стран Являлись Марионетками В руках Хозяев глобальных Схем Надгосударственного управления. Сталин же Понимал Систему Концептуальной Власти И в меру Своего понимания Лично проводил В жизнь Наряду с внутренней И внешней Политикой Политику глобальную, Касающуюся проблем Всего человечества. Он был Представителем Более высокого Иерархически Объемлющего Уровня управления По отношению К государственному. Это ощущалось Всеми лидерами Государств Осознанно Или на бессознательных Уровнях. Именно поэтому Все из них Вставали По стойке Смирно Если в зал Входил Товарищ Сталин. А вот сегодня В порту Шарля де Голля Висит Как мне сказали Огромный лозунг Буш и Рамсфельд Кто вами Манипулирует? Это другой Уровень понимания И управления. Сопутствующим Обстоятельством Его понимания Жизни Был тот факт Что Сталин Практически На круглые пятерки Окончил Горийское Духовное Училище Он не стал Священнослужителем Разобравшись И отказавшись От библейской Мерзости Изложенной В частности В доктрине Второзакония Исаии Являющейся Инструкцией По организации Ростовщического Рабовладения Изуверского Покорения Стран и Народов Он в годы Юности Преодолел Идеалистический Атеизм Церковных Иерархий И устремил Свой взор На материалистический Атеизм Выраженный В форме марксизма Удалось ему Преодолеть И эту мерзость О чем он Не мог сказать Открыто Из соображений Безопасности Это позволило Ему подняться Над ловушкой Мировоззренческого Обмана Качающего Маятник Общественного Непонимания Из одной лжи В противостоящую Ей иную ложь Виктор Алексеевич Не могли бы Вы в заключение Кратко перечислить Наиболее значимые На ваш взгляд Результаты Деятельности Сталина Сталин на деле Провел страну От сахи До космических достижений Но это не главное Это всего лишь Следствие Расширения Кадровой базы Управленцев До границ Всеобщества Реализации На практике Сталинских Принципов Народовластия Поэтому Если говорить О наиболее Значимых результатах Я бы привел Следующее Обеспечение Одинаковой Доступности Сколь угодно Высокого образования Всем Вне зависимости От происхождения И финансовых Возможностей Родителей Ликвидация Монополии Элитарных Социальных Групп Отдельных Семейных Кланов На управленческую И творческую Деятельность Ликвидация Ростовщического Ограбления Народа Как международными Банковскими Кланами Так и отечественной Ростовщической Шпаной Ликвидация Монопольно Высокой цены На управленческую Банковскую И иные Привилегированные Виды Деятельности Отметим Для сравнения Что Ныне доход Руководителя Нефтяной Как сообщала Газета Коммерсант А убытки Сельского Хозяйства За 2002 Год 60 миллиардов Рублей Вот вам и Результаты Сегодняшнего Понимания Устройства Мира Время нашей Передачи Подошло К концу В следующий раз Мы поговорим Об Александре Сергеевиче Пушкине Как о пророке Русской цивилизации Попробуем разобраться Писал ли он Сказки для детей Или давал В закодированной Форме Информацию О глобальных Схемах управления Человечеством Всего вам доброго До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok